По всей области с 20 февраля по 1 марта с участием субъектов профилактики проводится единый день безопасности. В Чешницком районе также запланировано провести немало важных мероприятий. Первым в череде стал День открытых дверей на базе пожарно-аварийно-спасательной части номер 2 на объектах Лукомольской Гресс. Спасатели пригласили в гости учащихся школ города энергетиков. Началось мероприятие с обзорной экскурсии по пожарной части. Ребятам были продемонстрированы имеющаяся пожарная техника, оборудование. В доступной форме доведено для каких целей, в каких чрезвычайных ситуациях применяются те или иные спецсредства. С помощью мобильного приложения МЧС ребята учились вызывать пожарных по номеру 112. Правильно сообщать необходимую информацию диспетчеру. Дежурная служба МЧС, помочь. Оставьте свои координаты. Четвертый этаж. Назовите свою фамилию. Телефон, по которому с вами связаться. Телефон. В считанные секунды отделение спасателей пожарных выехало по тревоге. Все это вызывало аплодисменты школьников. Далее ребят пригласили в актовый зал для профилактической беседы. Здесь школьников приветствовал начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Вишневский. До слушателей была доведена информация о подростковом травматизме. Рассказали об отдельных трагических случаях в стране, произошедших в прошлом году по причине несоблюдения элементарных мер безопасности. Важно, чтобы школьники осознали, что даже дома их может подстерегать опасность, если вести себя опрометчиво. А самым опасным местом является кухня с газовой плитой, множеством электроприборов, острыми предметами. Спички и зажигалки тоже хранятся преимущественно на кухне. В качестве примера привели случай в республике, когда подростки решили приготовить картошку фри в домашних условиях. В результате чего произошло возгорание масла. Вместо того, чтобы выключить газ, накрыть сковороду крышкой, один из юношей залил горящее масло водой. Пламя распространилось на большую часть кухни. К счастью, никто не пострадал. Ребята выбежали на улицу, позвали взрослых, но пример красноречивый. Спасатели многому научили ребят в ходе встречи. Для закрепления пройденного материала аудитории был показан профилактический фильм «Недетские игры». Хочется верить, что школьники после посещения пожарной части не будут совершать ошибок. Мероприятия в рамках Единого дня безопасности продолжаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова